И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня у нас на рассмотре обзор 3 альбома и 3 ровно группы, которые своим примером показывают, что модель стабильность признак мастерства работает, и работает вполне себе сносно. Как и с другими, собственно, музыкальными работами подобного формата, я признаюсь честно, далеко не в самом восторге от того, что эти товарищи, все трое, кстати, довольно мало привносят вот какого-то разнообразия, какого-то экспериментаторства, какого-то креатива в те стилистики, в которых они работают и в которых сочиняют. Тем не менее, это не означает, что я не осознаю все сильные стороны этого подхода, как и относительно высокий уровень слушательского опыта, который, собственно, этот подход предоставляет в их альбомах. Поэтому, первое, Orbit Culture, Ninja или Ninja, не суть важна, некоторые вообще пишут Ninja, это интересно. Это как раз образец того альбома, вот в Dead Metal, за который не стыдно в этом году. Мне очень нравится и мне очень вот так импонирует этот настрой, с которым здесь все исполняется, и та атмосфера, которая создается и передается этим звучанием и этим текстом. Вот это образ той тягучей и жестокой тьмы, прорисованной на обложке альбома. Мне нравится эта темная таинственность в текстах и вечное изображение темных духов или монстров, охотящихся на разнокалиберных жертв. Плюс, текстовка очень так хорошо сопоставляется с видеоклипами из этого альбома. Как раз подобный вот черно-зеленый тон для визуала очень хорошо и очень здорово подходит к его вот этому тягучему звучанию. Именно поэтому, уже после просмотра клипов этих товарищей, в голове навсегда, вот по крайней мере надолго уж точно, остается образ вот этой беготни по темному лесу, за которым всегда, по которому всегда бегут там оголтелые темные жлобы за своими жертвами. В музыкальном плане это очень ровная и местами даже чересчур монотонная работа. И это при том, что господа из группы наигрывают очень много разного, очень много такого вот различного друг от друга в структурном и музыкальном плане. Монотонность как раз исходит из того, что уже к половине альбома у меня терялась какая-то там острота ощущений и звучание просто-напросто замыливалось вот в этом дэдметальном гитарном шуме. На техническом уровне, безусловно, все просто прекрасно и шикарно. У ребят действительно были толковые гитарные рифы и оригинальные идеи там. Со звукоизвлечением, с обыгрыванием ритмики, которая добавляла к общей жесткости и тяжести этого альбома. Чистый вокал, напоминающий тембр Джеймса Хэтфилда из Металлики, тоже был довольно уместен на припевах. И на нем, по сути, строились все мелодические решения вот этого релиза. То есть все выразительные музыкальные элементы это был чистый вокал в основном. Во всем же остальном, каждый трек был, ну, такой серией и последовательностью очень различных гитарных и барабанных партий, которые были лучше всего реализованы, наверное, в главных синглах этого альбома. Во всем же остальном, ну, просто же стили ради общей метальной тяжести. Но, при всей своей затянутости и отсутствии сильных мелодических тем, за которые, ну, можно было бы зацепиться уху, это однозначно довольно сильная и очень достойная работа, которая будет очень, по факту, точно так же достойно смотреться и слушаться в живом исполнении, там, и под вот это всякое метально-концертное месило вот в толпе. Второй пример. DVSR Vest Technique. Этот альбом, это пример того, каким мог бы быть рэп-кор, даже виболон в мейнстримной популярности до сих пор. Вполне вероятно, мог бы быть таким, почему нет? На самом деле, мне очень вот нравится этот такой улично-залихватский задор этих ребят, которые решили подавать такой довольно толковый и довольно достойный, опять же, рэп-текст, комбинируя как олдскульные, так и неускульные подходы к читке. И мне нравится, что этот альбом, прежде всего, очень техничен во всех отношениях. Но он не пытается копировать успешные вот эти стилистики, там, рэп-рока, рэп-металла, рэп-кора, и уровня, там, я не знаю, каких-нибудь Hollywood Undead, который последний альбом звучал ну так себе. Но при этом держатся довольно популярные, хоть и нишевые, вот этой вот джинтово-прогрессивно-метальной стилистики уровнях активистов. Во время прослушивания у меня накопился целый ряд ассоциаций с той или иной группой, с тем или иным альбомом, который я, опять же, слышал ранее, это что-то известное было. То есть, если бы это был сугубо джинтовый звук в гитарах, на них там летела скоростная читка, я сразу вспоминал по Hacktivist. Если это были там низкострунные грувы, подкарданные барабаны и диссонансы на гитарах, я вспоминал последний альбом Emure, а если начинали звучать там мыльные гитарные аккорды и такой же расплывчатый вокал, я вспоминал, ну, нью-метал стилистики Deftones. Почему бы нет? И, к сожалению, мне не удалось выделить что-то вот конкретно, четко, фирменное и выразительное для этих ребят. И вот что бы отличал группу DWSR среди всех остальных, что не отменяя этого факта, безусловно, что слушать альбом из раза в раз было очень даже интересно. Опять же, если брать эту работу как сугубо лайв, такой лайвовый альбом, дающий грувый для прыганий в толпе, точно так же, как и Orbit Culture, однозначно стоит его выделить как позитивный среди всех подобных. То есть, если брать рэпкор, то вполне, очень даже вполне. Плюс, как бы там ни было, этот альбом основывается все на тех же рэп-вокалах и на той же грувовой инструментальной основе. За неимением, опять же, более сильного и выразительного альбома в этой стилистике, в этом жанре, и тем более в этом году, этой работе однозначно есть что предоставить, и в ней есть чего послушать фанатам рэпкора. И, наконец, третье. Within Destruction – Yo-Kai. Вот этот тот альбом, кстати, меньше всего, что характерно, подходит под мое определение стабильность признак мастерства. Потому что, по своей сути, эта работа – это там слэм-дэддкор, я, правда, не знаю, как чё отличается, но я надеюсь, вы меня рассудите. Вы поймёте, что я имею в виду. Где практически с первой до последней секунды, вот там, гитары, барабаны, вокалы, играют рэчет на экстриме абсолютно всё, что только можно было сыграть, и что было сыграно всеми и каждым в этих слэмово-дэдкорных жанрах. Это, там, и брейкдауны под долгие экстрим-вокальные партии, и скоростные бластбиты на барабанах, и кринжовый текст про кровь кишки говно по стенам. То есть при любом другом раскладе, вот честно, я бы на подобный дэдкор, вот, вообще бы не обратил никакого внимания. Серьёзно. Но в нём есть одна очень такая интересная деталь, которая выражает его среди всего остального, что мы слушали в этом году. Это вот хип-хоп ритмика, первая, и такая вот определённая грубовость, вот этого вот нескульного хип-хопа, такая вот раскачистость, удар на третий, как бы так, постоянно вот это вот всё. Для этого альбома далеко не редкость перейти вот от этого жестко-чилого, да, слэмового, до фонг битов, точнее, вот уровня этих саундкладовых рэперков и так далее. То есть это брызгающие хай-хеты и, там, грубовый суббас, и сделали они из него, да, интересную-интересную работу. Среди, по крайней мере, дэдкорных альбомов 2020 года, я опять же поправляюсь. Отдельно ещё можно, там, выключить, да, выделить заигрывание с ориентальными тематиками, использование японских фраз и словечек, аниме-сэмпликов, то есть каких-то, там, инструментов, возможно, как и описание в своём тексте, вот, всяких, там, мифологических, демонологических, каких-то японско-фольклорных тематик. То есть не зря по этому альбому называется Йокай, то есть Йокай, насколько я знаю, это в переводе демон с японского. То есть, данные ребята-дэдкорщики прекрасно понимают, что их стилистика, она довольно такая, очень густо и очень плотно упакована в свой стиль, и этот стиль довольно-таки лимитированный, от него надо потихоньку отходить. И из привычного вот этого метода, туру-туру диссонанс, туру-туру флажолет, нужно отходить, чтобы, по крайней мере, иметь возможность хоть креативить хоть в какую-то сторону. При этом, даже несмотря, там, на вопли фанбоев, на то, что это кринжатина, на то, что это не тру и так далее, этот альбом, на мой взгляд, всё так же ровно и развлекательно слушается, очень приятно, очень интересно, там, очень хорошо зайдёт на фон, там, для активности, для качалочек, опять же, для концертиков, и всем любителям, там, пожёстче, да? То есть, вот, подводя итоги всех вот трёх этих альбомов, можно сказать, что стабильность и такая вот приверженность стилистическим критериям, это далеко не всегда так плохо, как бы мне бы хотелось сказать в том или ином видео, или как, возможно, кому-то кажется из моих слов. Конечно, лично на мой слух, опять же, мне нравится более динамичная, более разнообразная, более такая мелодически выраженная музыка, но это не означает, что какой-то из этих альбомов я был бы не рад услышать вживую, там, или включить его во время каких-то всё так же фоновых дел, тренировок, поездок, прогулок и так далее. Такая музыка нужна, и такая музыка очень даже важна. А так это всё на сегодня, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, и если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал, напишите в комментариях, слушали вы что-то из этих альбомов или нет, понравилось вам или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также рядом с моей головой вы увидите другие ролики про музыку, про видеоигры и наши собственные треки, которые мы обновляем регулярно, и скоро мы готовим альбом, поэтому зацените, может быть, вам что-то из этого понравится, и напишите в комментариях, как вам нравится, не нравится, и вообще поделитесь впечатлениями. А так это всё на сегодня, дамы и господа, всем спасибо, и всем пока! Я не знаю, но я вот тут, после того, как Никельбэк послушали, у меня теперь эта лошадь, блин, ассоциируется с Чадом Крюгером. Давид, давили вот это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!